Так, хорош, давайте лучше познакомимся. Это Лёшка. Лёшка раньше работала в ресторане, а потом пришёл к нам в компанию. Так сказать, поставил крест на своей карьере. Обычно этим молодым людям не до шуток. Работа специфическая. Фирма по оказанию ритуальных услуг. Но это не мешает им в свободное время упражняться в остроумии. Правда, юмор у команды КВН «Поживём-увидим» тоже чёрный. Но публика принимает их неплохо, и КВНщики надеются завоевать Кубок Лиги Трудовой Молодёжи. Мы стараемся добавить более яркие краски в наше выступление, чтобы совсем людям не было страшно смотреть на нас. Банкиры – народ хоть и серьёзный, с деньгами шутки плохи. Однако в свободное от работы время не проще эмоционально расслабиться. Поэтому и создали команду с говорящим названием «По курсу». Это мы на работе серьёзные люди. На самом деле мы такие же обычные, простые, весёлые ребята, которым тоже нужен, знаете, отрыв и вот эти вот эмоции положительные, заряд. То, что вот заряжаемся от просто позитива самого зрителя. То есть вот это вот прям и очень много значит для нас. И прям хорошо в работе. В финал КВН Лиги Трудовой Молодёжи попали шесть команд. Конкуренцию банкирам и ритуальщикам составили учителя, химики, нефтяники и ракетостроители. Тема главного конкурса «Домашнее задание» – новогодний корпоратив. Оценивали команды известные самарцы – спортсмены, режиссёры и телезвёзды. Хотя попасть в жюри может любой человек. Один раз я пригласил водителя таксу. И он был членом жюри, это было необычно. Один раз мы сажали в жюри капитана подводной лодки. Был в жюри у нас и тренер футбольного клуба нашего, и хоккейного. Один раз мы просто по лотерее разыграли место в жюри среди зрителей. Мы стараемся всё время экспериментировать, чтобы не только командам было интересно, но и зрителям. Чтобы завоевать кубок третьего сезона Лиги трудовой молодёжи, команды не жалели ни себя, ни других. Шутили по традиции КВН над жюри, ведущим конкурса, суровой трудовой жизнью на предприятиях и самарским футболом. В итоге гран-при досталось сразу двум командам. По курсу и поживём увидим. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.